Здравствуйте, я вас приветствую, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева. Встречаемся с вами, дабы проанализировать все происходящее. Очень много событий, очень много мнений по поводу этих событий. Вот наша с вами задача – это объективно проанализировать, разобраться и потом сделать для себя правильные выводы. Именно для этого мы приглашаем в наши эфиры гостей, которые помогают нам анализировать ситуацию, расставлять акценты, ну а вы уже сами из этого делаете выводы. Кирилл Сазонов сегодня у нас в гостях. Это политолог и военнослужащий ВСУ. Здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть. Спасибо большое, взаимно. А также, друзья, Кирилл Сазонов – это еще и автор очень популярного телеграм-канала. Я сама на него подписана и вам рекомендую. Можете вбить в поисковике «Сазонов», а можете зайти в описание к этому видео, и мы там специально для вас оставили ссылочку, которую вы можете кликнуть, перейти и подписаться. Очень много полезной информации и информации с первых уст по факту, для того, чтобы никто не смог манипулировать вашим сознанием и мнением. И вот как раз, Кирилл, предлагаю начать наш разговор с вашего последнего сообщения в вашем же телеграм-канале, которое я прочла, о ситуации в Часовом Яру. Вы опять пишете о том, что многие пытаются представить ситуацию таким образом, что Часов Яру уже сдали, взяли, но он пока под контролем Украины. Но я заинтересовалась вот какой историей. Вы там пишете, что русские немного там затаились, а значит, они что-то готовят уже. Можем ли мы сейчас с вами обсудить ситуацию из того, что можно говорить? И можем ли мы предполагать или как-то там анализировать, что они могут готовить и к чему нам готовиться в этом плане? Коротко по ситуации. Я просто первый раз начал писать в телеге о том, что происходит на Часике, когда мне позвонили, и у нас старлинки из генератора, так что мы чувствуем себя отличные, кофло. Мне позвонили знакомые и сказали, Кирилл, вы где? Я говорю, да где и были, в Часике сидим. Это к вас же захватили, это было где-то месяц назад. А вы не в курсе. Я, конечно, человек рассеянный. Я сейчас спрошу у пацанов, говорю, пацаны, нас захватили? Да вроде нет. Были очень потом жаркие бои тогда, конечно, и многие торопились. И сегодня, и получилось, что каждый день проходит какое-то совмещение. То они в городе, то бои идут в центре, то ДРГ прорвалось, то нас окружили пару дней назад тоже. Вечером спустили человек к себе в подвал, сидим перекуриваем, кто-то дежурит. Я листаю новости, кто-то варит каву. Я говорю, пацаны, вы знаете, что нас окружили уже? Вот пишут на Роспабликах, что Часавьяр окружен. Вот мы очень удивились. И сегодня тоже, ну, вчера вечером пошло сообщение опять, что нас взяли. Сегодня утром Дипстейт написал, что они чуть продвинулись. Ну, я даже не говорю, это продвинулись. Почему? Потому что продвинулись, это что-то взял, что-то, за что ты можешь зацепиться. Если ты взял раздолбанный минами окоп или взводный опорный пункт, какую-то взводную оборону, это ни о чем. Ну, туда прилетают мины, туда заходят наши штурмовики, вычищают, заходят пехота, занимают позиции опять. Так что это туда-сюда, поэтому и не имеет смысла, как бы, если писать о взятии окопа, потере окопа, продвижении на 50 метров вперед, отступлении на 50, то мы будем вести, наверное, война онлайн. Какой-то канал нужен, где будут на каждом направлении непрерывные сообщения. Потому что бои, на самом деле, происходят постоянно, сплошной линии фронта нет, и группы пытаются малые обходить, заходить к нам в тыл, выходить на наши позиции с ланга, прорваться в часик, любой ценой там зацепиться. У нас тоже есть группы, которые заняты не сидением в окопах, а именно движением. Ну, это, конечно, ребята помоложе меня. Есть, есть в РУ. Есть их командир, мой ровесник, он 75-го года рождения, но он высокий, худой, жилистый, называет все это, если опустить маты, контр-страйком, вот. Он тоже в бронике с 30 килограмм нагрузкой он носится, но у него ребята помоложе, конечно, покрепче. Они тоже заходят в тыл, продвигаются и выходят к тем местам, которые оккупанты считают своими давно. Вот, поэтому слухи о взятии часа в Яра, которые, по-моему, приходят каждый день, я поэтому каждое утро пишу, что нет ничего подобного, вот то-то, то-то случилось, эти слухи преувеличены. Они выдают желаемое за действительное. Каждый раз кто-то, увидев уже рядом дома Часов Яра, радостно кому-то пишет из друзей военкоров, мы взяли часик, тот сразу пишет пост, наши в часике. Потом перепечатывают СМИ, но идет же масштабирование, пишут, что все, Часов Яр взят, враг отброшен, мы уже у Харькова, там, у Киева. На самом деле он просто не видит, что вот перед домом есть еще остановка, отсюда ходит скоростной трамвай на концерт к Кобзону, потому что Кобзон как раз родом из Часов Яра, и уезжает, и дальше уже шоу-бизнес в его жизни. Вот, на самом деле тут достаточно жестко, тут ситуация была какая, на самом деле смешно даже, мы уходили с Купенска в последних числах марта, первые группы, сразу в окопы, сразу занять, потому что тут было насправде тяжело. Последние выходили в начале апреля уже сюда, был страшный секрет, и мы смеялись, я тут попробовал фотографию из Константиновки возле вокзала опубликовать на меня там сразу, сказали, ты что, нельзя, бригада перемещается, этот секрет, смеетесь, в Донецких новостях пишут уже, что мы здесь, 41-я бригада идет на Часов Яр. Секреты не очень работают, много дронов, много ждунов, которые сообщают. Вот, и нам говорили тогда, что, ребята, вы идете в часик, ваша главная цель, ну, побратимый с Иронией, кто с нашим юмором, это главное, зайдешь в часик, сделай селфи, потому что вы его потеряете все равно через неделю, через две, а селфи сохранится на память. Вот, неделю-две, ну, были обычные, скажем так, для этой местности бои, попытки прорыва, попытки штурмов, неделю-две продержались, потом Сырский приезжал главком, и он тоже сказал, что есть у них команда к 9 мая Часов Яр взять, поставить флажок на развалинах, отчитаться, потому что 9 мая, 7-го у Путина эггурация, 9-го деды воевали, а потом Путину лететь в Китай, тоже надо что-то реальное предъявить. И были штурмы недели-две очень жесткие, они перли с броней, с танками, с бэхами, с десантом, перли просто в лоб, перли очень мощно. Честно говоря, ну, тяжело было, совсем тяжело, действительно, они выходили к окраинам города, да, у нас еще этот дефицит снарядов и мин все-таки сказывается, то есть не выносит арта их на подходах всех, вступают в стрелковые бои. У меня побратим Андрей попал сейчас в госпиталь в Киеве, ну, что вот редкость, у нас два пулевых ранения, достаточно тяжелых пулевых ранений, у нас редкость таких боев мало, то есть 90% это осколочное. То есть бои были вплотную, но все-таки мы удержали, их откинули, они здорово подстачили здесь во время этих штурмов, в первую очередь подстачили свою элиту. Почему было тяжело? Потому что воевала не только, ну, мобилизованные, мотострелки разные, но они сюда кинули десантуру, достаточно опытную, тоже мы с ними столкнулись, серьезный противник, по-моему, 80-я дивизия, тяжелый противник достаточно, все тоже помоложе, покрепче, контрактники, не эти из-за анекдотов чмобики. Вот, но потом они подстачились здорово, чуть ослабили штурмы и начали уже искать какие-то варианты. Называется включать мозги, если не получается в лоб. Пробовали брать в тиски, обходить с двух флангов, часа в яр, тоже не получилось, там чуть просунулись и уперлись. Пробовали недели-две работать малыми группами, то есть, ну, из того расчета даже, что если мы его и видим, как он бежит один или вдвоем, то никто не будет тратить на него дрон. Ну, дрон не будем, а гранату скинем, тут без вопросов. Вот, ну, так они просачивались к позициям, пробовали прорваться, пробовали заходить в часик. Где-то 17-го числа, тут Назар Волошин, наш спикер, направление в СВ Хоркица дает достаточно четко по датам, всегда, когда и что происходит, у меня спутываются даты немножко. Ну, будем, числа 17-го, они начали штурм опять в лоб, опять очень жестко. Ну, как мы смеемся, мы сами виноваты, мы накануне сделали небольшой рейд к ним, в тыл, немножко пожгли там. Вот они, видно, обиделись. На самом деле, это шутка, конечно, они планировали, подтянули резервы, подтянули технику, живую силу. И 17-го, где-то полторы суток, они непрерывно штурмовали в лоб опять. Вот, и где-то 20-го затихли, потому что, ну, реально подвыдыхаются. Они не могут держать много личного состава, много техники возле позиций, потому что мы их, естественно, сожгем, перебрасывают. И вот они сейчас опять малыми группами полезли, обстрелы. Ну, когда они пошли на штурм, тут как раз подъехали наши с градами, очень хорошо отработали. А град-то штука очень неприятная, особенно для пехоты, даже для пехоты на броне. Это кассеты, это осколки. Подсточили их тоже. Вот эту ночь, ну как, попытки движений малыми группами есть всегда, лобовых штурмов не было. Закидывали арту очень мощно, наши тоже отвечали, что радует, что взаимно. К сожалению, нашу позицию все-таки вычислили. У нас есть принцип, как он цензурно называется, и у нас, и у арты. Если цензурно это ударил и сбежал. Не цензурно, оно рифмуется гораздо лучше. Потому что, ну, по месту, где ты работаешь, прилетает практически сразу, задача тебя поймать. Ну, тактика хорошая, но она сработает, к сожалению, не всегда. Достали нас, расстреначили миномет, сейчас будем отписываться. Слава богу, у нас даже трехсотых в этот раз не было. Все мы успели спрятаться. В общем, с таким переменным успехом и идет эта игра. Минометов у нас полно. Это не потеря. Мин. Надо больше мин, потому что, да, это еще Арти, по-моему, говорил, что если у тебя один миномет и пять мин в день, это плохо. И если тебе дают три миномета, но тоже пять мин, то это почти ничего не меняет, потому что два миномета ты сдаешь на склад. Эти минометы, ну, пять мин, это условно, да. Вот так сейчас-то выглядит. Ну, по-прежнему постреливают, летают. В основном очень много летает над нами. То есть мы видим, как от них уходят ракеты в сторону Харькова, от Донецка. Иногда падает ближе Констаха, Покровск. Вот. От нас тоже над нами пролетают. Это наши подарки очень хорошие. А потом в Луганске все горит. Так это все выглядит здесь, сейчас. А есть ли у вас ощущение, что вот Россия спешит к какому-то, к каким-то датам или к чему-то? Вот уже несколько экспертов, с которыми мы говорили на Политеке, они говорят следующую мысль, что у России осталось очень мало времени, потому что на самом деле ситуация не такая классная. Вот поэтому там и перестановки в Минобороны произошли. Вот. И у них осталось совсем мало времени, чтобы укрепить какие-то определенные позиции. Они поэтому и пушат вот этот переговорный трек, потому что им нужна передышка, вот в общем-то. И будут сейчас пытаться там Харьковское, Сумское направления, Донецкая область как можно больше закрепиться для того, чтобы выгодные позиции для себя взять. Но времени остается у них все меньше. Чувствуется ли это непосредственно там, где вы находитесь? И как вы считаете, как вы видите, оцениваете ситуацию, действительно ли России сейчас нужна передышка, ну там или будет нужна ближайшее время, и тогда получается наша задача не дать эту передышку? Да, это чувствуется, что и мы, и Россия, все понимают, что рано или поздно нам садиться за стол переговоров придется. Я не хочу обидеть людей, которые кричат «Порвать и сжечь Москву!» Я сам хочу сжечь Москву и дойти до Владивостока. Мы реально устанем. Но не хочу я идти три года с автоматом до Владивостока. Там, наверное, и дольше придется идти. Поэтому рано или поздно нам придется садиться за стол переговоров и о чем-то говорить. Может быть, надеюсь, не с Путиным уже, с живым, с кем-то еще. Так или иначе. Это понимаем и мы, это понимает Россия. И вопрос в том, какая позиция у кого будет на переговорах, насколько сильная. Безусловно, многое зависит от наших дипломатов. Как они на саммите мира от 15-16 июня смогут собрать коалицию в поддержку Украины и убедить их в наиболее жестких условиях для России. Многое зависит от людей. От того, как мы доносим до избирателей и граждан других стран нашу позицию, которые влияют на своих политиков. Но, безусловно, и наши дипломаты, и наши активисты, и наши журналисты, чтобы что-то доносить, должны опираться на нас, на те результаты, которые покажем мы. Если Россия нас будет сжать и давить, и заявлять о том, что Украина слаба, Украина проигрывает войну, мы Украину додушим. Давайте договариваться сейчас, пока мы их всех не убили. Это очень слабая позиция. Если мы им будем давать по морде, мы их будем сжать, и будет прилетать дроны, как раньше, прилетали и по НПЗ, и по инфраструктуре, и по заводам, по энергетике, то уже России будет тяжело, и уже мы сможем сказать, ребята, давайте выкручивайте России руки, сажайте за стол переговоров, пока мы их вообще не стерли с лица земли, не превратили в дикое поле, в какое-то без электрики, без нефти, без всего. Вот, собственно, вокруг двух этих вещей все и крутится. И, соответственно, территориальные все вопросы тоже. И Россия, естественно, пытается выжать максимум. Мы тоже, но мы сейчас с этим полугодовым голодным пайком по снарядам, по ракетам, по прочим вещам, мы, естественно, в плане наступления, какие наступления нам для обороны не хватает. То есть реально мы в обороне держались по всему фронту, цифры не секретные. Порядка трех тысяч снарядов мы выпускали в сутки. Россия выпускала порядка десяти тысяч снарядов. То есть один к трем, но нам это для обороны хватало. Мы их нормально так им насыпали. Потом, летом прошлом, когда мы шли в контрнаступ, у нас было где-то пять тысяч снарядов против их десяти. И они забыли. Они кричали, что мы их накрываем, что головы не поднять. Вот, и так было нормально, в принципе. Но с осени все стало хуже. Уже был перевес снарядов, я помню, в марте Сырский говорил о перевесе, по-моему, один к шести. Потом Зеленский говорил уже, по-моему, или в последних числах марта, или в начале апреля об один к десяти. И, естественно, при таком соотношении мы, что называется, огрызаемся, мы не деремся. В этом плане очень тяжело. Поэтому какое наступление, тут бы удержаться. Дроны, конечно, немножко меняют картину. Врага их тоже много, но наши дрончики работают плотно. Поэтому Россия еще хочет эту паузу использовать, пока не дошли до нас снаряды, ракеты западные. Пока мы огрызаемся. Как только у нас будет много тяжелого, то у нас почти не будет перестрела. Будем их давить на подходах. Это будет работать. Мины для минометов, для дронов, бомбочки, снаряды, ракеты, все это нужно. С дронами вообще интересная ситуация. Они как бы оказались не просто эффективным оружием, они оказались дешевым эффективным оружием. А война – это экономика. Ну да. То есть, да, деньги, как бы все их питают, ни у кого нет бесконечной казны, это не компьютерная игра, где ты ведешь пароли, там, бесконечные ресурсы. Условно, если танк стоит 100 миллионов, там, а ракета, которая его уничтожает, стоит 1 миллион, а снаряд стоит 5 тысяч долларов, и надо попасть, и должен быть снаряд, который его все-таки подобьет, то два дрона его могут сжечь. Два дрона ценой 500-600 долларов. Да, разница чувствуется. Да, и 100-миллионный танк сгорает, а мы потратили на это дело тысячу долларов, никакой российской экономики не хватит. Хотя они, конечно, работают. Видно, что ищут альтернативы и по нефти, и по газу. К сожалению, парадокс, они на Западе пробиваются по определенным моментам. По-моему, Бельгия и Чехия сняли даже против металлургии. Какие-то санкции ослабили против Лисина. С этим тоже дипломаты должны работать, потому что нет в России независимых олигархов. Они у нас условно независимы, а в России вообще нет. Работают четко по дудку Кремля, и все деньги идут на войну. С этим надо бороться. Ну, США сейчас против Росатома было санкции, что тоже хорошо. Надо так работать. Мы бьем по одним моментам. Хотя СНН сказала четко, что удары дронами СБУ по нефтеперерабатывающей отрасли России, по НПЗ, это гораздо сильнее всех остальных санкций Запада. Тоже такое есть. То есть считаем деньги, ну, чтобы вы понимали, наши дрончики повыжигали на Купенском их позиции, просто повыжигали. Там нечего подержать. Они как бы, они там есть, там живые остались. Но выгорел блиндаж, выгорели укрепление, выгорел ротный опорный пункт, выгорел АКСП, выгорели позиции, все, выжженная земля. И они сами уходят на 500 метров, на километр, потому что все, там держать нельзя, держать нечего. Ну вот, и мы их подвинули там неплохо, и Сырский отметил, тактические успехи есть на направлении. Вот, пришли здесь, здесь наши дрончики, ну, ребята заняли позиции, начали держать, дрончики работают, арта работает, и наши дрончики 41-й бригады перенесли опыт Купенский сюда. И, чтобы было понятно, уже сейчас мы по радиоперехвату слышим, что за ликвидацию экипажа наших дронов они дают месяц отпуска. Раньше давали только деньги, сейчас месяц отпуска, это для солдата, это лучше любой денежной премии, то есть настолько наши, мы же прижгли все больные места. Вот, так и работаем. Дроны на самом деле многое делают, и, к сожалению, и у врагов, и по нам прилетает, и ни одну машинку уже разворотило, и мотаться часик констаха, подвозить БК, отвозить пацанов с позиции на позиции, воду подвозить, становится все тяжелее, РЭБы работают, ну, это такая уже технологичная война, потому что уже тут не размахиваешь саблей, не стреляешь из автомата, решают те пацаны, которые лежат и с пультом управляют дроном, РЭБовцы работают, глушат их дроны, их РЭБовцы глушат наши, наши умные головы придумывают, как обойти их РЭБ, у них тоже. К сожалению, из всех родов войск в России, мы оценивали это, в принципе, еще и первый год войны, 2022, у них провалы везде, и бронетехника не такая крутая оказалась, и солдаты не такие подготовленные, а лучших они сточили еще в первые месяцы, наверное, когда наступали. Вот везде у них очковтирательство и недочеты, везде обман, но именно по РЭБу, по системам радиоэлектронной борьбы, у них как-то получилось, что они очень хорошо подготовились, новые разработки, очень серьезная техника, серьезная аппаратура, видимо, там была какая-то светлая голова, к сожалению, и это оказалось сейчас очень важным, потому что радиоэлектронная борьба, это РЭБ и Дрон, война РЭБов и Дрон. Вот так это выглядит. Последнее заявление президента Зеленского, на которое я обратила внимание, скажем так, из интервью, о том, что помощь западная опаздывает приблизительно на год, ну вот если учитывать, то когда она нужна, и еще одни интересные моменты заключаются в том, что я так понимаю, мы сейчас пытаемся выбить возможность бить по территории Российской Федерации западным оружием, пока нам разрешила только Британия, Блинкин, когда был, он просто кивал головой, некоторые эксперты в шутку говорят, ну Блинкин же кивал головой, когда речь об этом шла, значит это разрешение. И второй момент, и Зеленский, и Кулеба в публичном информпространстве высказали такую историю, о том, что готовы подписать любые бумаги, чтобы страны НАТО сбивали российские ракеты над территорией Украины, и мы не будем иметь претензий, если она где-то упадет, там что-то повредит и так далее, причем это можно делать без залета на территорию Украины, просто поднимать, ну если я правильно поняла, поднимать самолет над территорией своей страны, выпускать там систему, которая может сбить эту ракету и садиться обратно. Но пока нам не ответили на этот наш запрос, так как боятся эскалации. Как вы считаете, насколько эта история реальна? Я так понимаю, что это озвучивают, потому что это нам существенно помогло бы, в принципе. Я услышал три вопроса, сразу начну по порядку. Да, давай. Что это опоздание? Президент говорит про запоздание с оружием. Если бы нам дали достаточно оружия в прошлом апреле-май, и мы в июне пошли, я помню прекрасное начало Контернастого, мы здесь рядом были, под Бахмутом, сидели Красбогдановка, Григорьевка, тогда у нас все было очень забавно. Я был тогда уже при штабе, при КСП, и нам сказали, что наступление начнется рано утром, 6 числа, но об этом нельзя ни писать, ни говорить никому. Я, естественно, молчу ни родным, ни близким, ничего, это же секрет. Но я так понял, что, конечно, кто-то обязательно проболтается. Во-вторых, ну какой смысл делать секрет, если с 4 числа есть бумаги, по которым вас снимают с котла, условно говоря, с кормежки, и выдают сухпайок на 5 дней. Ну да, да. То есть, понятно, какого часа мы снимаемся с места и на сколько дней рассчитана вся операция. Такие моменты есть. Если бы нам дали тогда достаточно оружия, мы же были практически под Бахмутом, но наш грим-подразделение, вот сейчас рот обогновой петрынки в 41-й бригаде, мы тогда от Богдановки, от Григорьевки, откуда сейчас они прут на часик, мы тогда сидели в Богдановке, и мы полезли, мы прошли вдоль Берховского водохранилища, вышли на Берховку, тогда еще у покойного Пригожина была истерика, что они говорили, что ни в коем случае высоту Берховскую нельзя отдавать, но мы туда зашли, и вот мы уже лежали, смеялись, что мы уже без оптики, без снайперской, мы видим прекрасно окраины Бахмута, вот они, дома стоят. Ты видишь их, ты можешь с коллиматором уже стрелять прицельно. Если бы тогда было достать мне сброи, чтобы преодолевать минные поля какие-то, чтобы просто забрасывать и закидывать. Ну, если я мечтаю, то если бы еще у нас было доминирование в воздухе, как во всех военных декринах, и США, и Великобритании, и НАТО, любой страны, первое это доминирование в воздухе, потом начинается наступление по земле. Если бы у нас-то было, все, война бы закончилась уже к началу осени прошлой, но всего не хватало. И где-то опять на морально-волевых, где-то на героизме, где-то на опыте пацанов, где-то на изобретательности, опять-таки малыми группами заходим, отрезаем, но в конечном итоге чудес не бывает. Так что тут президент, конечно, совершенно прав. Что касается запрета ударов по российской территории, Блинкин покивал, но потом вышел глава Пентагона Остин, и кто-то из администрации Байдена сказали, не-не-не, ни в коем случае. Они, ну, мне очень сложно без мата, потому что я просто из себя выхожу, они задолбали. Ну, вижу, понятно, есть у всех слабые места, в любой момент, в любой группировке. Это когда ты на колесах, когда ты готов к наступлению, все, все поднялись, собрались, выдвигаются на... Это же не позиции, где ты выдвигаешься на старт. И тут ты уязвим невероятно. Если бы, когда они вот на Харькове собрались у границы и были готовы стартовать, и за час до этого их обработали ракетами, хорошими ракетами, то от них бы ничего не осталось. Все. Никакого наступления на Волчанск, никаких погибших моих пацанов, никаких погибших гражданских не было бы вообще. Они бы там все в Белгородской области устроили в себе братскую могилу. Все. Почему нельзя бить по России, по нашей территории бьет? Отлично. И бить по территории России надо не из вредности, мы это хотим, не из стремления захватить Урал. У нас есть шутка такая, что если будем наступать быстро, то надо наступать, насмотреть вперед, потому что, когда услышишь китайскую речь, стрелять прекращай, это потенциальный союзник. Вот. Мы не хотим этого. Нам просто бить по их объектам, бить по их авиабазам, откуда летят самолеты, запуская ракеты по нашим городам. Бить по НПЗ. Ну, это для Америки вообще, так сказать, для администрации Байдена, в всяком случае, очень больная тема. Бить по скоплению войск, по складам. Война – это логистика. Если мы разобьем их логистику, их склады, в том числе, на приграничной территории с Украиной, на российской территории, они покатятся назад сами. Потому что без поставок пушка превращается и танк в груду железа, без солярки в неподвижную груду железа. Автомат превращается в дубинку железную, с которой много не навоюешь. Пить надо постоянно, там, без еды. Можно какое-то время без воды. Нет. То есть, это надо. Почему они запрещают, я не знаю. Мне кажется, что это все старая игра, старая концепция американская. Еще в бытность свою мирную политологом разбирал, что основное соперничество идет между США и Китаем. Да. И администрация Байдена рассматривает Россию как инструмент, как кричат давления, как потенциального, сложного, психованного, непредсказуемого, но союзника в противостоянии с Китаем. И они от этой концепции не отказались. Хотя очевидно, что не будет Россия союзником США в борьбе с Китаем и смена Путина на кого-то еще ни на что не повлияет. Но это как бы большая политика, где меня не услышат, но это, как заменить интеллигентное слово преступно. Это непродуманная и очень неправильная, крайне ошибочная, хыбна политика запрещать нам бить по территории России. Очень плохо. Но слава Богу, что у нас есть и свои ракеты, и слава Богу, есть ракеты Великобритании, которые разрешают, и есть наши дроны хорошие, которые летят далеко. И мы с этим ресурсом уже в принципе работаем по вражеской территории, очень неплохо работаем. Что касается систем ПВО, любой сценарий, прикрытие хотя бы части нашего неба идеален. Хотя опять-таки скажу, что сбивать ракету, сбивать вражеский самолет гораздо тяжелее, чем нанести один удар по их авиабазе на их территории и снести все это к чертовой матери. Не будет пусков вообще. Если они прикроют своим ПВО западные наши области, это супер. Потому что там у нас тоже есть ПВО. Мы его освободим и перекинем на Харьков, на Запорожье, на Одессу, на Николаев, на Кривой Рог. Если останется лишнее, хотя лишнего не останется, это очевидно, мы его перекинем сюда, на линию фронта, будем что-то сбивать здесь. Будет реже прилетать к нам на позиции, будет реже прилетать по Константиновке, Дружковке, Краматорску. То есть это уже хорошо. Если они будут с самолетов сбивать все, что летает над территорией Украины или, даст Бог, приближается к территории Украины, это вообще прекрасно. То есть тут мы только можем приветствовать, но хватит ли у них решимости, потому что этот страх перед эскалацией их постоянный, он иррационален, как-то они по привычке их боятся. Сколько раз нам говорили, что это красная линия. Удар по Крыму, красная линия. Удар по ядерной системе, их по ядерной цепочке ядерного оружия, это красная линия. По Крыму бьем, радарную систему защиты, которая входит в систему ядерного сдерживания, снесли. Тогда даже в Великобритании написало какое-то издание, что Украина пересекла все-таки красную линию. Я сразу отписал, что да, мы пересекли красную линию очередную. Смотрите, это не страшно. Это прикольно. Смотришь красную линию и смотришь, что Россия. А Россия, как нормальный гопник, всегда ведет себя нагло, вызывающе, пока не получает по морде. Когда она получает по морде, она хлопает глазами, это меня за что? И красная линия становится коричневой. Все, на этом заканчивается. Россию бояться не надо. Если Россию бояться, она все равно придет. Это на них действует возбуждающе. Как от маньяка убегает жертва, если бы она не убегала, маньяк бы даже прошел бы мимо. А тут страх, он страх их питает. И они на страхе даются. Поэтому и сейчас они говорят уже о том, что есть проект пересмотра границ с Финляндией и с краинами Балтии в Балтийском море. Пугают опять ядерными учениями вчера начали. Если бояться Россию, она к тебе придет. Поэтому я говорю, что, ребята, вы сейчас находитесь, дорогие европейцы, в самом выгодном положении. Вы можете участвовать в войне деньгами и оружием. Да, это дорого, это бюджет, хотя все не так тоже просто, это рабочие места, опять-таки, экономика работает, но вы не идете воевать. Вы сами не воюете. Вы не получаете раненых пацанов, вы не получаете погибших детей, мужей. Вы просто участвуете деньгами. Так участвуете деньгами и оружием настолько сильно, чтобы вам и не пришлось участвовать в войне. И мы возьмем все на себя. Люди у нас есть, люди у нас отличные. Сейчас наведут немножко порядок с мобилизацией, с этими перекосами, немножко порядок с рекрутингом, и люди пойдут нормальные, опять добровольцы, опять на них будешь смотреть сразу, как на побратимов, непонятно, кто пришел. Вот это как раз мой следующий вопрос к вам по поводу мобилизации. У вас там вот это что-то как шумит каждый раз, у меня аж сердце елкое, знаете, мне кажется, я же на заднем плане у вас там звуки, что что-то шумит. Нет, я не падаю, все в порядке. Да, а то, знаете, мы тут не настолько привыкшие. По поводу мобилизации, у нас опять кавардак по этому поводу. Почему? Система резерв, некоторые уже выставляли в сети, что уже там дослужился до какого-то звания по системе резерв и ухэлянб и пробуваешь там в розшуку. Штурмуют эти ТЦК, штурмуют ВЛК, чтобы пройти эту комиссию. Ну, из позитивного, то, что заявляли, что по системе вот этого электронного оновления данных уже намного больше людей оновило свои данные, нежели в ТЦК и в СНАПах вместе взятых. Что плюс, потому что это уменьшает нагрузку и как бы все понятно, все прозоро. Но в то же время у нас же опять начался бардак по поводу того, кто будет забронирован, кто не будет, кто мотивованный, кто не мотивованный. И это основная проблема. Я вот натрапала на пост Дениса Казанского, тоже ваш коллега вийского службовец, и он написал вполне правильную вещь, о которой я раньше не подумала и не обратила внимания, что в прессе и в медиа создали такой образ военных Гераклов, которые там штурмуют посадки, идут в бой с автоматом и так далее. И когда человек обычный это видит и читает, он понимает, что он не соответствует этому стандарту и не будет туда идти. А армия, это еще и те, кто наточил меч этому Гераклу, кто поднес, подвез, привез, выдал лопату и так далее и тому подобное. И вот я задалась вопросом, а как нам сейчас переломить этот образ, да, и вот сделать то, о чем вы говорили, чтобы пошли и добровольцы, и все остальные, чтобы эта система, чтобы это не было наказанием или чем-то страшным, чтобы это было понятной системой. В чем прав Денис? В том, что на самом деле, да, мы никакие не Геракторы, господи, не 50 лет через год уже, господи. Вот, есть люди немножко постарше, есть люди, которым 21, у нас тут группа минометчиков, одному 21, его напарнику 51, такая парочка, они друг друга, кроме как стрелять по врагу, они вообще друг друга не понимают, у них разные слова, у них разные вкусы, они смотрели разные фильмы, читали разные книги, причем читал, по-моему, только старший. Вот они, все разное, еду они привыкли по-разному, отдыхали, ну, все, людям не о чем говорить, нет точек соприкосновения, кроме как когда о минах, когда оппозициях, когда выдвигаемся, все. То есть, действительно, есть один человек, он сидит в окопе, пехота, он держит позицию, есть штурмовик, он бежит вперед, освобождает, очищает от обстрелянной уже вражеской позиции, вражеской посадки зачищает, за ним заходит пехота, занимает эти позиции, он уходит на отдых. Это вот люди, которые на нуле. За их спиной стоят минометчики и пулеметчики, которые с более тяжелого вооружения наносят врагу гораздо больше ущерба на самом деле. За их спиной стоят арта, грады, еще дальше хаймарсы, все прочее, что работает издалека. То есть, я несколько дней жил с артиллеристами на Херсонщине тогда, такие-то дачи были разные, и я смотрел, что ребята с восторгом выносятся с автоматами ночью на улицу пострелять по шахетам, потому что, ну, ребята воюют, уже воюют год, но они не видели, ну как, они из автомата практически не стреляют. Их рабочий инструмент это планшет. Вот основная работа. Вот у кого-то снаряд. Ну, то есть, работы совершенно разные. Теперь, перейдем к тому, тот, кто стреляет, пехотинец в окопе, тот штурмовик, который бежит вперед, тот артиллерист, тот минометчик, который работает по позициям. Их всех нужно кормить, поить, им нужно подвозить быка, что-то нужно увозить. Все это надо где-то хранить, это надо где-то маскировать, это надо охранять. То есть, работы хватает самой разной для всех. Я уже не говорю о деловодстве. У нас УПА, украинская попровая армия, беспощадная, требует много людей, умных, уравновесанных. Мне пришлось несколько дней заполнять пять журналов, я чуть с ума не сошел, я кидался на побратим, а швырялся к раме в людей. Просто это выводит сильнее, чем любая война. Есть финансовые вопросы, которыми тоже надо заниматься, есть продукты, все, все, все требует людей. Поэтому, на самом деле, воюют на передовой не так уж много. Если на передовой воюешь даже на нуле, это не значит, что ты сидишь в окопе. Водители тоже, и рэбовцы, и операторы дронов, которые так много рехают сейчас. Очень много всего разного. И я как бы, я понимаю, что мобилизация нужна, но мне, мы пошли добровольцами все в самом начале, основа грима так и держится, это добровольцы. И мне бы хотелось, чтобы так было и дальше, чтобы люди, ну не тот, кто рожден для войны, но я не рожден для войны, как и многие мои побратимы, все мечтают о мирной жизни. Но многие говорят о том, что ну надо, надо остановить врага, надо. Причем опять-таки, это скорее всего инициировала Россия. Наши дураки подхватили, что ты идешь на фронт, идешь умирать. И от этого надо, и пойдешь, пойдешь как мясо, умрешь. Нифига подобного. То есть на самом деле много рассказов про погибших героев, это конечно важно, но мне кажется, важнее рассказывать про живых героев. Потому что на самом деле у меня куча пацанов, знакомых, которые вот шли в 22-м и самообороны Голосеева и самообороны Троещина. Потом с Чернигово подъехали пацаны с Николаева, с Одессы. Разные ребята из разных регионов. И они начали в 22-м году свою войну и воюют до сих пор. И я сейчас не об партии, а именно о штурмовиках, о спецуре, о пехоте, о своих пацанах. То есть да, и отлично воюют до сих пор. И хотелось бы видеть добровольца. Для этого нужна мотивация. Для этого нужно работать. Да, пропаганда важна. Да, больше... Ну, как грех жаловаться на наших журналистов вы о войне напоминаете людям постоянно. Рассказывать, как это выглядит. Как это выглядит на самом деле. Не надо приукрашивать, преувеличивать. Да, тяжело, да, рискованно. Да, разные ситуации бывают. Но это война, но то и война. Зарплата, конечно, имеет смысл. Социальные гарантии. Важно было, чтобы ты понимал, что если с тобой что-то случится, тебя не бросают на обочину. Тобой занимаются. А есть проколы. Есть иногда. Прямо человеческий фактор срабатывает очень не на пользу. И даже списаться иногда человеку тяжело. И случаи есть мы все постепенно дожмем. И появляется уже военный... Ну профсоюз военным нельзя вступать. Но появляется профсоюз, который поддерживает военных, которых этими вещами занимается. И ряд народных депутатов занимается этим. И ряд романских организаций. Ну и общественность всегда на стороне все-таки военных, а не бюрократов. И не на стороне военных бюрократов. Поэтому постепенно мы это дожмем. Ну, правильная позиция нужна. Потому что даже по мобилизации, когда говорят... Но это вообще нас, конечно, вкурвило сильно, когда Кабмин сказал вот 35 тысяч гривен, зарплата, с которой мы даем бронь, не мобилизуем. Ну, во-первых, это немножко обидело нас, кто зарабатывал в гражданской жизни больше. Ну да. А со мной ребята некоторые, которые зарабатывали больше гораздо и пошли добровольцами воевать, которые, в принципе, и сейчас на зарплату смотрят с иронией. Что же мы тогда, дураки, получается, избалованные или кто мы? Во-вторых, я смотрю на тех, кто сейчас цилует, кто о мобилизации рассуждает. Они говорят, так получается что, война для бедных? Получается так. Бедные должны воевать за богатых? Не хотим. Да, потому что ты воеваешь за свой дом, за свою семью, за свою страну, за право принимать какие-то решения, жить как хочешь в своей стране. Это понятно. А когда тебе говорят, ты должен воевать за богатых? Нет, непонятно. Это большая ошибка. Его один раз уже этот проект, по-моему, прибили, но он опять вылазит второй раз. Но уже некоторые депутаты обещают, что нет, такой вариант не пройдет. Это тоже ошибка. То есть как-то нужно с этим работать в идеальной мобилизации. То есть она как бы есть, но она не нужна. Это идеальный вариант. Когда идут все-таки люди, которые понимают, что это нужно. Кто-то хочет свою жизнь связать с армией, как пацаны у меня молодые, здесь 22, 23, 24 года. Ну да, что они пришли защищать страну, но провоевав там несколько месяцев, полгода, говорят, да в принципе, а почему не карьера? Он откуда-то тоже не из Киева. Он понимает свою карьерную перспективу. Не очень много денег, не очень плавная стезя. А тут его любят, его уважают. Он всем обеспечен. Зарплата неплохая, с годами растет. В его возрасте вполне можно подумать об образовании военном. И это мы придем к нормальной контрактной армии. Не тусовка для лентяев, как в некоторых странах, которые не воюют десятками лет, а нормальный из боевых пацанов, которые приняли такое решение, либо в ситуации, когда шла война, либо после войны, когда угроза нападения сохраняется, очень правильная контрактная армия будет. То есть на зависть многим государствам. С этим нужно работать. Тут нужна целая концепция какая-то. Ее должны делать умные люди, которые понимают, как это происходит, которые занимались и мобилизацией, видели, как оно происходит на фронте, на кого ты можешь положиться. Потому что тоже никаких гарантий, никаких универсальных правил нет. Есть у нас мобилизованные пацаны, которые пришли чуть больше, чем полгода назад, пришли по мобилизации, и они уже командиры взводов. Отличный взводов. То есть прекрасно себя показали, разобрались, все. Есть пацаны, которые пошли добровольцами, и кто-то протек первый бой, кто-то протек через месяц. Ну, не его. Ну, вот он будет полезен в штабе, он будет полезен в тылу, полезен на подвозе, но передавай не его. А глаза горят, и ему стыдно уходить. То есть не все добровольцы становятся там рексами, не все мобилизованные, очень-очень по-разному все. Так что надо отбирать, надо готовить людей. Хватает людей мотивированных, и главное требование, что зарплата, понимание своего будущего, и понимание, что с тобой будет, если что-то произойдет плохое. Ранения, тяжелые травмы, это на войне, увы, это реальность. Хотя мы все идем больше к тому, что война все больше у нас, вместо автомата у тебя в руках, это будет планшет. Да. Это дроны. Да, главное сохранить человеческие жизни. Я с вами тут согласна, потому что, как многие говорят, ни техника, ни дроны без человека, который им управляет, ничего не стоит, по большому счету. Кирилл, спасибо вам большое за то, что вы нашли для нас время, за то, что рассказали все. Кирилл Сазонов, политолог и военнослужащий ВСУ, был сегодня у нас в гостях на Политеке. Друзья, я благодарю, что вы нас поддерживаете. Не забываем подписываться на телеграм-канал Кирилла Сазонова. Мы оставляем ссылочку в описании к этому видео. Я подписалась, вам также рекомендую, потому что много актуальной информации, которую и я оттуда получаю, и вы сможете получить, проанализировать истории из жизни, также про салат из капусты сегодня почитала. Может, и вы подпишетесь. Рецепт бомба, всем советую, здоровое питание. Для ленивых, для тех, кого нет. Да, для ленивых максимальная польза, минимальные калории, к лету самое оно. Так что, девочки, вы тоже подписывайтесь. Все, друзья, мы увидимся с вами в следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева. Вы себя, пожалуйста, берегите. Субтитры создавал DimaTorzok